Мир вам, братья и сестры! Христос воскрес! Помолимся! Отец наш Небесный, Господь наш, мы благодарны сегодня во имя нашего Господа Иисуса Христа за эту еще одну возможность, Господи, за то, что Ты продлеваешь нашу жизнь, и мы вновь, Господи, можем собраться для того, чтобы славить Твое великое и святое имя. Мы благодарны за то, что сегодня с чистыми детскими сердечками, Господь, мы можем воспевать Тебе единому истинному живому Богу. Отец наш Небесный, говори сегодня к нашим сердцам, помоги нам также иметь такие же сердца, как у детей, Господь, также доверять Тебе во всех наших жизненных ситуациях. Господи, нуждаемся в Тебе, благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы вместе вначале будем петь из сборника номер 631. «В вышине под небесами звонко льется пенье». Первый, второй и четвертый куплеты. «В вышине под небесами звонко льется пенье, Господу моленье, аминь и поют горами, даже слухающих поле». О Его славы, восклицайте дружно Господу земли. О Его славы, о Его славу земли. Милосердие возвещайте, Бог наш возлюбивший, гречников поведший. Взор вновь не устремляйте, умер там за нас, Христос. Пойте Богу славы, восклицайте дружно Господу земли. Пойте Богу славы, пойте Господу земли. Пойте Богу славы, восклицайте дружно земли. Пойте Богу славы, восклицайте дружно земли. Пойте Богу славы, пойте Господу земли. Пойте Богу славы, восклицайте дружно земли. Жизнь пробудил, превознесите Господа за милость Его. Распятого воскресшего, смерть победившего. О, Иисус, Ты воскрес, радость подарил. Любящих Господа в жизни пробудил. Аллилуйя вечному Спасителю Христу. О, Иисус, Ты воскрес, радость подарил. Любящих Господа в жизни пробудил. Перед нами, братья и сестры, будущее церкви. И это будущее будет участвовать в служении. И когда мы смотрим на будущее, то возможно видим, что некоторое будущее, но большое, может не очень, некоторое уже очень маленькое будущее. Будущее, и поэтому они, понятно, будут себя вести по-разному. К жизни пробудил воскресший Господь, мы пели, а жизнь, она же себя проявляет. Поэтому, если, возможно, кто-то будет смотреть и видеть, как это будущее будет уж очень активно себя вести, крутиться, кто-то из них, возможно, куда-то встанет, посмотрит, кто-то выйдет, придет, то не нужно думать, куда же смотрят родители. Они смотрят, они смотрят, и нельзя забывать, что и мы были такими же, и вы были такими же. Только главное не забывать, какими мы были. И интересно, что Слово Божие говорит, кстати, Иисус Христос процитировал этот текст вот тогда, когда Он вошел в Иерусалим, вот тогда, когда Он из храма, храм очищал, изгонял миновщик и прочее, все, что там было в храме. И когда Его упрекнули, что, ну, смотри, дети там Тебя прославляют, то Иисус Христос процитировал текст, из уст младенцев и грудных детей, Ты устроил себе хвалу. Обращение Господу идет. Так что мы собрались здесь, а мы, это с семьями, мы пришли сюда. Для чего? Для того, чтобы восхвалить нашего Господа. Для того, чтобы услышать, что Господь говорит нам через Его Слово, которое мы будем сейчас считать, через пение. И не будем забывать, что сам Иисус Христос процитировал этот текст, что из уст детей Господь устроил себе хвалу. А текст Священного Писания, который мы прочитаем и потом мы помолимся, это книга Псалтирь, 9-й Псалом. Книга Псалтирь, 9-й Псалом. И мы читаем первые три стиха 9-го Псалма. Начальник ухора, ну, так, озаглавлен он, начальник ухора по смерти Лабена, Псалом Давида. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои, буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний. Весь Псалом 9-й это Псалом доверия. В книге Псалтирь есть разные категории Псалмов. Одна из них это Псалом доверия. Там, где Псалмопевец выражает доверие Господу, мы не знаем, а порой Псалом указывает, в каких обстоятельствах находился Псалмопевец. 9-й Псалом, ну, мы не знаем, в каких обстоятельствах он был, конкретных, что такое было в жизни его. Но Псалом доверия, он как раз выражает доверие Господу, когда Псалмопевец проходил через какие-то обстоятельства. И потому сегодня мы любим читать книгу Псалтирь, потому что это о нас, потому что псалмопевец проходил через те же обстоятельства, через которые мы сегодня проходим, или кто-то из нас, и особенно сегодня, возможно, кто-то из нас переживает то, что в свое время переживал псалмопевец. Исходя из первого стиха, который является заглавием этого псалма, сложно сказать, что было в жизни Давида. И исследователи затрудняются сказать, но тут сказано по смерти Лабена. А кто это? Что там такое происходило? Ясно одно, были какие-то стесненные обстоятельства в жизни псалмопевца Давида, какие-то сложные обстоятельства. Но вот что главное, что этот девятый псалм, когда мы его читаем весь, ну или эти три стиха, то вот эти слова были сказаны, записаны потом, не вопреки обстоятельствам, не игнорируя обстоятельства, как порой человек сегодня может это делать, игнорируя обстоятельства, делая вид, как будто ничего нет, а на самом-то деле что-то происходит, и на самом-то деле глубоко в сердце у него что-то происходит. Хотя он показывает, что все хорошо, как будто ничего нет, или вопреки обстоятельствам. А да, они есть, а человек может как-то поступать, что-то говорить и что-то делать, что не будет гармонировать с его внутренним миром. Так вот, этот девятый псалм был написан в ответ на обстоятельства псалмопевца Давида. В ответ на обстоятельства. Да, он их принимал такими, как есть. Опять-таки, подчеркиваю, мы не знаем, что конкретно там произошло. Но в ответ на обстоятельства псалмопевец не ропщит, псалмопевец не задается вопросами, а что, зачем, почему, почему со мной, как. В ответ на обстоятельства из сердца псалмопевца звучат вот эти слова. Буду славить Тебя, Господи. Интересно, три стиха мы прочитали, но в этих трех стихах пять проявлений. Как псалмопевец реагирует на обстоятельства? Ну, было бы хорошо, у кого из нас есть печатный вариант Библии, потому что здесь мы сразу видим эти пять проявлений. Славить, возвещать, третий стих – радоваться, торжествовать, петь. Вот что делает псалмопевец Давид, и что является для нас примером. Славить обещает Господа всем сердцем. Это то, что изнутри идет. Это не игнорируя обстоятельства, это не просто внешние какие-то проявления. Вот почему, когда мы обратили внимание на детей, то, я думаю, одна из причин, почему Господь сказал, что из уст младенцев и грудных детей несется хвала Господу, потому что они делают это искренне. Они делают это, да, всем сердцем. И не так, как взрослый человек порой. Так что всем сердцем славить Господи, обещает Давид. Это сопровождается радостью, как в третьем стихе мы прочитали. Буду радоваться. Это сопровождается торжеством. Петь имени Твоему Всевышний. Поет имени Господа, псалмопевец. Это то, для чего существует церковь. Мы не только слушаем Божьи слова, не только научаемся, а идет ответная реакция. Это хвала Господу. Это пение. И вот мы здесь. Мы будем петь в этом служении Господу. Но вот еще очень важный момент в этом девятом псалме, во втором стихе. Буду возвещать все чудеса Твои. Так что псалмопевец является для нас примером не только того, что мы поем Господу, хвалим Его, но еще возвещать. Возвещать – это буквально перечислять. Это вспоминать и перечислять вслух. Это то, как мы и поем общим пением. Милости Господни вспоминай, считай. Ну, дальше, правда, все их до единой в сердце повторяй. Да, и часто мы так и делаем, сердце повторяем. Но псалмопевец является примером того, что и вслух ведь нужно тоже перечислять, возвещать чудеса Господни. Чудеса Господни нас окружают. И когда мы смотрим на ребенка, это чудо Божие, которое растет, которое развивается. Ну, вот чудеса, буквально это означает Божьи деяния. Божьи деяния – то, что делает Господь в жизни отдельно взятого человека, в жизни народа, в жизни всего человечества. И самое кульминационное Божье деяние – это, конечно же, страдание, смерть и воскресение Иисуса Христа, что было искупительной смертью нашей. Поэтому мы здесь. Поэтому, как спасенный народ Божий, благодаря Иисусу Христу, мы здесь. Как спасенный народ Божий, мы стараемся и детей наших так воспитывать, чтобы они тоже познали Господа. И поэтому и они здесь. И все вместе, как Божий народ, как Церковь Христова, мы будем восхвалять воскресшего Спасителя и Господа нашего, Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Наш Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твои великие и удивительные чудеса, за Твои деяния, которые Ты являл в прошлом и являешь в настоящем. Мы благодарны Тебе, Господи, за то великое, кульминационное Твое деяние, которое Ты явил в Иисусе Христе, за Его смерть искупительную на кресте мы благодарим Тебя и за Его воскресение, которое стало основой нашего оправдания. Мы, Господи, благодарны Тебе за это. И помоги каждому из нас, когда мы читали сейчас, слышали слова этого псалма, Господи, помоги нам осознать, переосмыслить, что Ты делаешь в жизни нашей, то, что Ты делал, и то, что Ты обещаешь еще сделать. И чтобы всем сердцем восхвалять Тебя, нашего Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Солнышко пели песню, Иисус воскрес, Он по истину воскрес, Он по истину воскрес. Солнышко сияет, ясно и сияет, Радуются люди, Иисус воскрес, Он по истину воскрес, Он по истину воскрес. Праздник воскресенья, светлый день весенний, Вся земля ликует, Иисус воскрес, Он по истину воскрес, Он по истину воскрес. Знай эту песню, в мире люди все, Как она чудесна, песня о Христе, О великом чуде, чуде из чудес, Пойте с нами, люди, Иисус воскрес. Это день воскресенья, Радость и спасенья, День, когда торжество По смерти в небе взошло. Это день воскресенья, Радость и спасенья, День надежды живой, Воскрес, спаситель мой. Воскресенья, люди, Радость и спасенья, 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 Радость и И теперь жива Дядь века, как птицы А за ними дни Быстро вереницей Все сотрут они Только не сотрется Чудо из чудес С наших уст подьется Иисус воскрес Это день воскресенья Радости и спасенья День, когда торжество На смерть все предзошло Это день воскресенья Победивший сомненья День надежды живой В воскресе спаситель мой Это день воскресенья Радости и спасенья День надежды живой Нас смерть все предзошло День надежды живой Радости и спасенья День надежды живой В воскресе спаситель мой День надежды живой День надежды живой День надежды живой День над надежды живой Вокруг природа вся ликует, и ярко солнышко блестит, Как будто что-то возвещает, а светлой радости звучит. Христос воскрес! Христос воскрес! Несется слава до небес! Христос воскрес! Оживает и звенит ручей, ручей, и чирикает веселый воробей, А с весною пасха радость нам несет, а с весною пасха к нам идет. Природа вся поет, природа вся поет. К нам пришла весна, к нам пришла весна, Солнышко светит, рады все дети. К нам пришла весна, к нам пришла весна, Все пробуждает в снах. Оживает и звенит ручей, ручей, и чирикает веселый воробей, А с весною пасха радость нам несет, А с весною пасха к нам идет. Природа вся поет, природа вся поет. К нам пришла весна, к нам пришла весна, Как много света, солнцем согрета, К нам пришла весна, к нам пришла весна, К Богу поет вся земля, И ручей звенит, и соловей поет, Пасху радостно встречает весь народ. Слышен всюду колокольный звон, Всюду слышится пасхальный звон. Динь-дон, 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 динь-дон. Боже, Сын воскрес, чудо из чудес, Свет победил Он, от победил Он. Наш Господь воскрес, чудо из чудес, Наш Искупитель воскрес. Вся природа торжествует, Он воскрес, Все народы пусть ликуют, Он воскрес, Песни славы Богу льются до небес, Иисус Христос воскрес, воскрес. Христос воскрес, воскрес, Воистину воскрес. Слава Богу! В это утро на рассвете все в собрания спешат, Как ликуют Божьи дети, Зоры радостью горят, Торжеству природы вторя, Все восторги говорят. Христова победила смерть и ад. Богом дверь открыта людям, Славу вечную небес. Приходите, дети, будем прославлять Иисуса здесь. Аминь. Звучите лестника небес, И всех вас забудите, Иисус воскрес, Иисус воскрес, Свящайте, вот спешите, Ну, как песники небес, Встречаю, что унылый, Приветствия, Иисус воскрес, Нас души промоил их. Иисус воскрес, Для христианец вновь дороже выше, Иисус воскрес, Иисус воскрес, Иисус воскрес, Павла на веки Богу вышли. Воскресший Бог явился сам, Варине, мандолине, Подобным всем ученикам. Стерна сверкочных сынам, С тех, кто пришли уже века, Нас силам воскресенья, Могуча, дико, велика, Дает сердца спасенье. Христос воскрес, Для христианец вновь дороже выше, Иисус воскрес, Павла на веки Богу вышли. Христос воскрес, Для христианец вновь дороже выше, Павла на веки Богу вышли. Радісний ранок, Чудовий ранок сонце світить, Лунає пісня до небес, Радіють всі, дорослі діти, Христос воскрес, Христос воскрес. Який цей ранок урочистий, Не стало смутку смуток щес, І скрис летить та славна вістка, Христос воскрес, Христос воскрес. Нехай ця вістка скрис лунає, Заснули світ, Зворушив свесь, Хай людям всім розповідає, Христос воскрес, За смерть Христову, За спасіння, За те, що Він зійшов з небес, Нехай ця свято воскресіння, Співаю ці, Христос воскрес. Амінь. Я смотрю вокруг, На моря, лиса, цветы, Я смотрю на мир, Который создал ты, И мне не понять, Как ты мог так все создать, Как придумал столько красоты. Ты всемогущий Бог, Смотришь ты на людей, И как песчинка я в руке твоей. Держишь меня и хранишь, Со мной ты говоришь, И все знаешь обо мне, Мой отец. Подниму в глаза, Сколько звезд на небесах, Сосчитать я не смогу их никогда. Столько же людей Поселил ты на земле, Но средь всех меня узнаешь, Верю я. Ты всемогущий Бог, Смотришь ты на людей, И как песчинка я в руке твоей. Держишь меня и хранишь, Со мной ты говоришь, Ты все знаешь обо мне, Мой отец. О, как ты велик, Только беден мой язык, Чтоб воздать тебе достойную хвалу. Но я буду петь, Мой Господь всю жизнь тебе, Верю, Верю, что услышишь песню мою. Ты всемогущий Бог, Смотришь ты на людей, И как песчинка я в руке твоей. Держишь меня и хранишь, Со мной ты говоришь, И все знаешь обо мне, Мой отец. Ты всемогущий Бог, Смотришь ты на людей, И как песчинка я в руке твоей. Держишь меня и хранишь, Со мной ты говоришь, И все знаешь обо мне, Мой отец. И все знаешь обо мне, Мой отец. Слава Богу. Давайте мы еще вместе споем Песни из сборника номер 625. Христа, Творца Святых Чудес, Прославьте все сердечным пеньем. Христа, Творца Святых Чудес, Христа, Творца Святых Чудес, Прославьте все сердечным пеньем, И будьте с радостным хмоленьем, Христос воскрес, Христос воскрес. И будьте с радостным хмоленьем, Христос воскрес, Христос воскрес. Как зимой востор, Христос воскрес, Крути веселье в сердце бьется, И всюду пес тебе поется, Христос воскрес, Христос воскрес. И всюду пес тебе поется, Христос воскрес, Христос воскрес. Во всей вселенной до небес, Хвала, Иисус, народа бьется, И песнь восторжена поется, Христос воскрес, Христос воскрес. И песнь восторжена поется, Христос воскрес, Христос воскрес. Тебе спасите, Божий Сын, Тебе и слава и хморенье, В величей чести поклоненье, Повеки вечные, аминь. В величей чести поклоненье, Повеки вечные, аминь. Весна пришла, И оживает все вокруг, Весна пришла, И зеленее, и темный лук Кругом звучат. А то все мы, Христос воскрес, Его славим мы. Веку весь мир, Христос живой, Он третий день воскрес, Для нас с тобой. Он грех омыл и победил, Чтоб вместе с Ним на небе, Ты и я жил. Христос живой, Он больше не умрёт, Христос живой, Мощного к нам придём, Ведь мы спасаем ты и я, Того, кого распила земля. Веку весь мир, Христос живой, На третий день воскрес, Для нас с тобой. Он грех омыл и победил, Чтоб вместе с Ним на небе, Ты и я жил. Веку весь мир, Христос живой, Он третий день воскрес, Для нас с тобой. Он грех омыл и победил, Чтоб вместе с Ним на небе, Ты и я жил. Чтоб вместе с Ним на небе, Ты и я жил. На веру вечное принёс Голгофским подвигам Христос, Господь из мёртвых, Чудно ожил, Тем же о смерти уничтожил. И шире земли, И синий небес, Твердят от края и до края, Христос воистину воскрес, Нам отворив ворота рая. Голгофским подвигам Христос, Голгофским подвигам Христос, Вед самих больших днів Живе Иисус мені, І щоб хто б не казав, Все Он подарил Шукай Бога в высоте небес Шукай Бога в глубине моря И кто-то не верит, но Он воскрес и живет В меня, я верю, не видевши Долом не торкаючись, бо сердце мені кичить Що є Господь, і Він живий, я верю, не бачивши Долом не торкаючись, бо сердце мені кичить Що є Господь, і Він живий З художником землі Знайома я давно Усе, що є в мені Карти на рук Його Шукай Бога в высоті небес Шукай Бога в глубине моря И кто-то не верит, но Он воскрес и живет В меня, я верю, не видевши Долом не торкаючись, бо сердце мені кичить Що є Господь, і Він живий Я верю, не бачивши Долом не торкаючись, бо сердце мені кичить Що є Господь, і Він живий Від самих перших днів Живий і в суть мені Слава Богу Сколько їх, людей несчастних, Кто при лживыми богами Плачут, слезы льют напрасно Их не слышать истуканы Ну а мы, друзья, счастливы Потому что служим мы Богу мира Богу жизни, Богу милости, любви Жив наш Бог, и Он нас слышит С высоты святых небес Постоянно Он нас видит И хранит своих овец Жив наш Бог, и Он сегодня Силен миловать, спасать При святым лицом Господнем Будем песни воспевать Вознесем Христу хваленья Что дарует мир святой В день Христова воскресенья Счастье льется Пусть рекой Аминь Аминь Говорят, что в мире не чудес Посмотри, как мир устроит утро Звезды плечут в глубине небес Ночь уходит, наступает утро Говорят, что в мире не чудес А они вокруг тебя и всюду Даже то, что мы с тобою есть Наша жизнь на все земле То чудо В не веках и не в прошедшем дне Каждый час и каждое мгновенье Видим чудеса мы на земле И в природе И во всем творенье Только самым чудным из чудес Было на земле со дня творенья Чудо в день, когда Христос воскрес Светлое Христово воскресенье Светлое Христово воскресенье Светлое Христово воскресенье И будут чудеса Взнаем и верим без сомненья Есть у нас обитель в небесах Час придет и будет воскресенье И нам станет самый чудный мир Самое желанное мгновенье Бог придет, чтоб взять детей своих А земли для вечного спасенья А земли для вечного спасенья Христос воскресенье Ликуй земля Ликуйте всей земли народы И пойте громко небеса И в торте все земные воды Вещайте горы и леса Вещай прекрасная природа Что дверь открылась небеса Для человеческого рода Вещайте травы и цветы Хвалите Бога в песнопении За чудный дар его любви За вечный подвиг воскресенья За чистоту его любви За чистоту его крови Пролитой на кресте в мучении За глубину его души Принесшей мир и искупление Хвалите солнце и луна Планеты, звезды и светила Что в мир спасения Принесла Творца божественная сила И пусть хвала Творцу летит Через года Через столетия И сердце наше не молчит О дне великом воскресенье И Бог отнял у смерти жало И это чудо из чудес И над землею в созвездиях прозвучало Христос воистину воскрес Аминь Паса светлая пришла Радость всем при нас весла Памы со святых небес Радуйтесь Христос воскрес Аминь Спасите Спасите Иисус Христос воскрес Эта песня Пусть несется До небес Спасите Радость Спасите Иисус Христос Братья и сестры, мы еще вместе споем из сборника 1233. Иисусу Избавителю, Царю Царей Христу, победу, славу, честь, хвалу воздайте весь народ. Иисусу Избавителю, Царей Христу, победу, славу, честь, хвалу воздайте весь народ. Пусть каждый восстает, пусть каждый восстает. 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 Дубовець вечно новую, Милость, радость Божию, Пусть каждый вас поет. Братья и сестры, жизнь нам постоянно пропадает уроки. Я, конечно, не ожидал, что дети уйдут, потому что они обычно у нас позже уходят. У меня были к детям вопросы, но мы их потом зададим взрослым. Сегодня перед нами были дети, и есть дети в зале, да? Есть дети в зале, и Давид сидит, улыбается. Друзья дорогие, мы имеем благословенное время, когда дети наши могут быть с нами в церкви. Когда Израиль должен был выйти из Египта, то фараон готов был отпустить взрослых, а детей не хотел. Вы помните, да, библейскую историю? А детей не хотел отпускать. Идите, взрослые, а дети пусть остаются в Египте. Они будут нашими рабами. Он так не сказал, но он имел в виду, что они потом вырастут и будут нашими рабами в Египте. Дьявол не против, чтобы взрослые шли, а вот дети пусть остаются в Египте. Так нам говорили в советское время, пресвитерам, зачем вы детей берете в церковь, сами идите, взрослые, а детей не трогайте, пускай до 18 лет. А потом разберутся. А потом будет поздно разбираться. Я хочу прочитать, друзья, сегодня очень интересную историю, несколько историй. И мы обратим внимание на взаимоотношения наши с поколением, которое должно сменять нас, поколение, которое должно продолжать жизнь на земле. И печальная картина времени. В первую очередь мы прочитаем книга притчей, 22 глава, 6 стих. Книга притчей, 22 глава, 6 стих. Здесь написано, вы знаете эти слова, да? «Настав юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». Какой сильный стих, да? Какие сильные слова! В них заложена инструкция благословения всей земли. «Настав юношу при начале пути его». А когда начало, братья и сестры? Тут такое несовпадение. И юношу, может быть, перевод, может быть, автор имел в виду, что в юности уже проявляется то, что заложено было раньше. Но так написано. «Настав юношу при начале пути его». И что очень важно, подмечено, он не уклонится от него, когда и состарится. Вот как ведут себя люди старшего поколения, когда 70, когда 80 лет, какой характер в семье, какая тенденция в поступках, как в доме, какой порядок. Всё это было заложено тогда, когда были совсем маленькие. Когда ребёнка учили, как ложку держать, тут же учили, как её положить на стол. Не бросить, а положить и как положить и так дальше. И так он будет до самой старости себя вести. Во всех сферах жизни этот закон работает. Поэтому мы благодарны Богу, что дети наши могут быть с нами. Вы помните, друзья, отношение Иисуса Христа к детям? Евангелие от Марка, 10 глава, с 13 по 16 стих. Как взрослые относились и как Христос относился к детям. Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитё, тот не войдёт в него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Друзья, дорогие, как вы думаете, это были самые лучшие дети, что Он благословил их? Или такие, как есть? Я думаю, такие, как есть. Я думаю, потому их и приносили к Иисусу Христу, потому и приводили, что у них были проблемы. Когда детки маленькие начинают болеть, некоторые родители ведут к бабкам. Им кажется, что вот пошепчет, там что-то, покропит, и туда ребёнок будет исправлен. И не знают, что этим отдают в руки дьявола. Этим уже с самого начала вручают и садят в совершенно другой поезд, который привезёт совершенно в другую сторону, не туда, куда думали. Очень многие дети в этом мире прошли вот это проклятие, когда их водили к гадалкам, шептунам разным. И дети получили это проклятие. И потом тяжело было им освобождаться в жизни от пут дьявола. Дети требуют с самого раннего возраста, от своего рождения много заботы, много внимания. И это потому, что от этого зависит вся жизнь человека, как его наставят. И родители, мы не знаем причины, что их побудило привезти к Иисусу Христу. У них была цель, чтобы Он прикоснулся к ним. И мы видим, общество вокруг Христа сопротивлялось. Ученики сопротивлялись. Тут такие серьёзные вопросы. Тут решается, скажется, судьба Израиля. Тут, кажется, решается судьба, кто будет сидеть справа, кто будет слева у Иисуса Христа. А они детей приводят. И они мешают. И ученики родителям говорили, зачем их привели? Так посидели бы с ними дома. Но Христос при этом вознегодовал. Братья и сёстры, большое благословение воскресная школа. Возможность обучать детей общению, любви к церкви. Это большое благословение. Было время, когда учителя воскресной школы подпадали под статью за воспитание детей в воскресной школе была статья в своё время «5 лет тюрьмы учителям воскресной школы». Не везде пользовались, но в советское время, особенно после 60-х годов, для некоторых это работало. Но мы имеем сегодня благословение. Мы свободно можем детей собирать отдельно и называем это служение воскресной школой. Но вы знаете, что во всём мире, во всех церквах евангельских стоит нерешённая проблема, когда их уводить из церкви в воскресную школу. Я был в Польше давно в лютеранских церквах, это тоже евангельская церковь в их понятии. И я удивился, что у них воскресная школа в среду. Детей приводили особенно подрастающих в среду. А на служении они были вместе. Потому что там помнили, что настав юношу в начале пути его. И если он не будет ценить собрание в начале своего пути, он его никогда ценить не будет. Он никогда не будет ценить церковь, проповедь, богослужение, если в начале жизни не получит благословение. Наставление, что богослужение это особенное время церкви, когда вместе с молитвой начинают и молитвой заканчивают. Друзья, дорогие, я сегодня хочу прочитать два примера. Я благодарю, что время у нас есть еще для этого эти примеры из древности. Книга 4, книга царств. Вторая глава мы прочитаем с 18 по 24 стих. Вторая книга царств. Вторая глава с 18 стиха читаем. И возвратились к нему между тем, как он оставался в Ерехоне и сказал им, не говорил я вам не ходите. Это когда искали исчезнувшего Илью. И Елисей говорил, не ходите, а ученики пророков пошли попытаться его найти. Но тут я хотел обратить внимание, что он в это время находился в Ерехоне. И мы читаем дальше. И сказали жители того города, то есть Ерехона, да, Елисею, вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша и земля бесплодна. И сказал он, дайте мне новую чашу и положите туда соли и дали ему. И вышел он к источнику воды и бросил туда соли и сказал, так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия, и вода стала здоровую до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал. И пошел он оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ними, говорили ему, иди плешивый, иди плешивый. Он оглянулся и увидел их, и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них сорок два ребенка. До сих пор. Видите, с какой прекрасной картины мы начали сегодня о благословении Иисусом Христом детей. И я возвращаю вас этим местом Писания в реальность жизни. Это было в древности, это было очень давно. Мы видим, друзья дорогие, здесь Елисея, который получил полномочия от Бога, и он нес ответственность за духовное состояние, он нес ответственность за взаимоотношения народа с Богом, и он должен был помогать народу с Богом решать проблемы, которые возникают в жизни. И мы видим, что только он пришел, только он, ну, каким-то образом люди почувствовали, что теперь вот он вместо Ильи, а Илья был пророк суда. Елисей, мы видим по примерам его жизни, служил еще более сложное время, но он был, знаете, подарком милости Божьей. В основном все чудеса, которые делал Елисей, это чудеса благотворительности. Там он топор спасал, это было очень дорогое изделие в свое время, другие чудеса делал, и вот его первое чудо, после того, когда Господь дал ему такие полномочия, вы помните, какое чудо первое Христос сделал? На браке, на браке. И тоже связано с сосудами, тоже связано с праздником, но там была причина свадьбы, место радости, место веселья, и веселье было испорчено, и Христос должен был помочь в этом, когда мать пришла и сказала, проблему вы помните, то он сказал, что мне и тебе до того. Друзья дорогие, здесь связано с более существенным, ежедневной, повседневной жизнью жителей Иерихона. Представьте себе город, в котором плохая вода. Знаете, мы иногда попадаем какие-то селения, где плохая вода. Я вырос в селении, где было у людей много колодцев, но хорошая вода была только у некоторых, и туда ходили люди, просили, разрешали, знаете, со всего края ходили в один колодец, а колодцы были, посуду помыть, какие-то технические вопросы решать, соленая, горькая, вода была, а вот пить была не у каждом дворе, и ее добывать приходилось очень сложно, и мне детство запомнилось коромыслом и два ведра на нем, я должен носить такую воду, помогать маме, когда папы дома нет, вот это, знаете, осталось в памяти, я искал эту хорошую воду, но и она была, ну, немножко известковатая какая-то, но не та, и мне казалось, самая лучшая вода это в Запорожье, когда где-то будешь в гостях, попробуешь из крана, такой приятный, ну, хлоркой немножко пахнет, но не такая же, как у нас там в селе, в Ерехоне была вода очень плохая, потому что, когда ее регулярно пили, люди заметили, что они болели, люди заметили, что от этой воды люди меньше жили, что люди в других поселках, в других селениях, в других городах, где вода была лучше, они дольше жили, а в Ерехоне вот вода укорачивала жизнь, есть такая вода, которая, если много пить, она укорачивает жизнь, я не буду рекламировать никакие ни минеральные, ни места благословенной воды, просто напомнить, что вода есть разная, да, в Ерехоне была вода, которая укорачивала жизнь, и она имела еще одну сторону отрицательную, что жители этого города, которые пили много этой воды, были бесплодны, дети не рождались, детей было мало, город становился вымирающим городом, когда детей мало, когда детей нет в церкви, это вымирающая церковь, я помню в тесном помещении Каменской церкви, где набито до 80 человек, и еще 30 деток маленьких между ногами путаются, и мои там были, и после собрания встал один брат, у которого было 10 детей, но они не все были в собрании, и он сказал громко, братья и сестры, что это мы превратили дом молитвы в рт про сбойников, ну, старенький присвитер, наш брат с бородой белой, встал под этот тон, ему надоедали дети, у него не было детей здесь в церкви, это и внуков было мало, и он встал, говорит, братья и сестры, вот раньше в нас там, где он раньше был в церкви, вот там раньше у нас было по-другому, у нас бабушки оставались дома с внуками, а родители шли в церковь, и вы знаете, говорит, в собрании была такая тишина, и туда встает еще один брат, у которого было шестеро детей, и говорит, присвитеру, я знаю, а теперь в том доме молитвы гробовая тишина, ни детей, ни стариков, старики умрили, детей нет, и с тех пор мы решили терпеть детей, терпеливо к ним относиться, к их шуму, к их шевелениям, а собрания там были самое малое, два с половиной часа, от двух до трех, с половиной до трех часов, потому что все все равно ждут электрички, детям нужно было высидеть, детей учили сидеть, не ходить, воскресной школы не было, дети сидели, шевелились немножко, пытались, учились сидеть в собрании, учились любить богослужение, и выросли практически все верующими, практически все, все это поколение. Друзья дорогие, это была своего рода школа, но в Ерехоне была вода, от которой не рождались вообще дети, это была большая проблема, и тут узрели, почувствовали, что пророк что-то может изменить, потому что он всегда ходил с Елисеем, с Ильей, потому что здесь была пророческая школа, и пророки-студенты, они знали, что скоро Илья будет взят, они знали, они поэтому и ходили искать его, и молва прошла, что вот этот имеет силу, пророк, их жители собрались и пришли к нему и сказали, помоги, вода нехорошая, земля бесплодна, поэтому земля делается бесплодной, если вода плохая, попробуйте морской водой поливать огород, он быстро умрет, и все умрет, что на огороде, поэтому к нему пришли с такой проблемой, с серьезной проблемой, и он эту проблему решал, и интересно здесь духовный смысл, друзья, дорогие, когда есть, когда в обществе знаете, много проблем назревает, политики начинают предлагать решения проблем, каких только проблем не предлагали, как их решать, когда начинался только 20-й век, в огромной стране, в огромной империи России предложили некоторое, что нужно убить всех богатых, забрать все у них, поделить, и тогда все будут счастливы в стране, и вы знаете, чем это закончилось, это была самая отсталая страна, решение оказалось неправильным, нездоровым оказалось решение, осталось очень много убитых, очень много репрессированных, очень много сирот, очень много вдов трагических страниц страны, голодомор и прочее, друзья, дорогие, решение политиков было неправильным, есть политики, которые по-другому предлагают, дать полную свободу всем, пусть делает каждый, что хочет, и это приводит в тупик, анархия никогда не была благословением, люди изобрели демократию и известный политик Черчилль сказал демократия убьет христианство и сегодня вы знаете картину христианства в мире, проблема этой картины, друзья, дорогие, она и нас касается, поэтому решение, самое лучшее решение, которое дает Бог, тот, который сотворил человека, тот, который дал ему понимание, совесть дал человеку, тот, который знает, как должен жить человек и куда идти должен человек, Бог предлагает решение проблемы и через пророка, а в это время, братья и сестры, уже народу израильскому был известен закон, были известны Божьи правила, были известны, как Бог хотел, чтобы люди поступали в личной жизни, в семейной жизни, чтобы люди поступали с врагами, с друзьями и так дальше, но народ отступил от Бога, и Бог хотел преподать урок, чтобы исправить воду в городе, от которой умирали и не рождались вообще дети, Бог через пророка показал, подайте мне новую чашу. Друзья дорогие, это был уже прообраз, это было указание на Иисуса Христа, потому что только новое может изменить этот мир. Мы читаем второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих, вы помните эти слова, и так кто во Христе, тот новая тварь, то есть новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Друзья дорогие, мы вчера на собрании читали и говорили, вспомнили историю Никодима. К Иисусу Христу прошел человек из Синедриона, один из 70 членов Синедриона, он прошел к Иисусу, чтобы получить совет, чтобы, может быть, проблемы рассказать. И когда он явился к нему ночью, вы помните Иоанна 3 глава, первые три стиха прочитаем. Иоанна 3 глава 1 по 3 стих. Между фарисеями был некто именем Никодим один из начальников иудейских, который хорошо знал проблемы своего народа. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Хорошее вступление, да? И Христос не стал головой кивать и говорить, да, ты прав, я действительно такого. Он просто сразу, пока он готов принимать, Иисус Христос сразу говорит Никодиму, Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Друзья дорогие, простой ответ, да? Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Друзья дорогие, сегодня мы видели этот детский хор, я очень люблю наш детский хор, я благодарен тем, которые трудятся, которые обучают их, собирают их, я благодарен учителям воскресной школы, я благодарен всем тем, кто заботится в церкви, и я всегда в восторге от родителей, которые много духовного вкладывают своим детям, дети это прекрасно, друзья дорогие, но пройдет жизнь, и потом они предстанут перед Богом, как и мы все предстанем, и мы хотели бы быть в царстве небесном, мы хотели бы, чтобы небесное будущее царства было нашим царством, вы все хотите быть на небесах с Господом, друзья дорогие, мне много приходилось беседовать с неверующими людьми, и когда я говорил об Аде, некоторые говорили, ну ничего, ладно, нас там много будет, нам будет нескучно в аду, это сейчас говорят так, пусть спросят богача, который был в аду, Христос рассказал о нем, как там весело в аду или не весело, но друзья дорогие, мы хотим быть в Царстве Небесном, когда у нас появляются дети, то у нас верующих родителей самое сильное желание, чтобы наши дети были в Царстве Небесном, чтобы они были Божьими детьми, у вас так было? Или вы так говорите, да пусть растут, потом разберутся, или вы хотели, чтобы они были в Царстве Небесном? Мы хотели, поэтому мы молились, поэтому иногда проснувшись ночью, я шел к кроваткам детей, становился на колени, они спали, они не знали, я молился и говорил, Господи, проведи их в жизни так, чтобы они были Твоими. жена моя тоже часто молилась и по ночам о них. Друзья, дорогие, я верен, что многие из вас молятся. Когда я ночевал у бабушки своей, мамы, моего отца, бывало, просыпался в 4 утра из соседней комнаты, а дверей не было только шторки, тогда двери дорого стоили, их не было вообще в сельских домах, были только шторки. Я слыхал с соседней комнаты, как она плакала и молилась в 4 утра уже, еще темно, она молилась и я слыхал там часто свое имя. Она молилась и мне. Друзья, дорогие, верующие родители не могут не молиться о своих детях. Я знаю, что они молятся о своих детях, они хотят спасения своим детям. Но Христос открыл очень вернейшую истину. Он сказал Никодиму, что кто не родится свыше, не войдет в Царство Небесное. Да, родились, да, они одеты. Я сегодня смотрел на детский хор и думал, сколько мамы сегодня уже вложили времени в них? Причесочки сделать, особенно девочкам, мальчикам то проще. А девочкам причесочки сделать, платьичко погладить, одеть, все так присмотреть на них, все, чтобы было красиво, предупредить, чтобы не лезли нигде, не вымазались, пока доедут. Ну, столько уже забот, уже заботы много вложено, только во внешний вид. Друзья дорогие, а сколько нужно вложить заботы в духовное воспитание детей? А сколько нужно вложить заботы в их духовное становление? Потому что настав юношу в начале пути он не уклонится, потом тюрьма не исправит, потом рэпцентры не исправляют, годами, это только чудо Божье может исправить, потом ничто не исправит, потом можете бить, убивать, он уже не исправится. Почему? Не наставлено было, когда оно было маленькое, не вложено было туда небесное, вечное, то, что действительно дает жизнь. Поэтому Христос сказал, должно вам родиться свыше. Друзья дорогие, сколько молодых людей страдает, страдает. Мне многие делились, верующие, неверующие особенно, с которыми я ознакомился, много общался. Когда в армии узнали ребята, что я верующий, убедились, вы знаете, сколько потом тайком подходили ко мне. Где-то в лесу я работаю, подойдет и душу свою изливает. Я понял, что молодые люди страдают, если они не наставлены. Они страдают от грехов своих. Один из моих сослуживцев, с которым у нас рядом были койки, хотел покончить жизнь самоубийством. он написал, сфотографировался, разослал фотографии родственникам, мне адрес дал, кому я должен еще что сообщить. И вдруг куда-то делись два патрона, которые он приготовил, чтобы застрелить себя. И он думал, что я их украл у него. И он схватил меня, отдай патроны. И потом мы ушли в лес, и он мне сказал, тебе хорошо. ты придешь домой, тебя ждут. Тебя ждет церковь, тебя ждут друзья, тебя ждет жизнь, в которой тебе приятно. А я? Опять пьянки, опять разврат, опять то же самое. Он призван был, работал в Сибири, помощником машиниста. А мне опять та же жизнь. И я не хочу такой жизни. Я решил уйти из нее. Друзья, мне пришлось много времени потратить с ним. Много времени свободного потом забирать у него, чтобы такие мысли поменять. Я писал ему все творения и после армии мне написал я твои стихи читаю как молитвы. Друзья дорогие, но я понял обнаженность человеческой души, которую не научили путям правды, к которому не вложили семена истины. И поэтому Елисей сказал пожалуйста дайте мне новую чашу. Он хотел показать, что этот мир исправит только Христос с его новым заветом, с его новыми правилами, с его новым подходом. Он хотел показать, что только соль, а соль это то, что останавливает гниение. Соль то, что сохраняет продукт. Христос сказал в Нагорной проповеди вы соль мира. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Если соль перестанет быть солью в обществе, общество будет умирать, а соль годится только на попрание, сказал Христос. Друзья, дорогие, на нас лежит огромнейшая ответственность. Высоль земли. И Елисей показал через это мероприятие. Бог, он мог подойти и сказать «Вода, изменяйся». Бог может делать чудеса словом. Он словом создал весь мир. Вначале было слово. Мы читаем в Иоанна первые строчки. Мы читаем первая страница Библии, сказал Бог. Братья и сестры, сказал Бог и сделалось. Бог мог сказать через Елисея в воде «Вода, с этого дня ты больше не несешь смерти, с этого дня ты больше не мешаешь плодородию людей». Но Бог показал пример. Нужно нечто другое. Друзья, дорогие, этому миру нужен Христос. Этому миру нужен только Христос. только нечто совершенно новое. И когда Христос взял чашу и сказал себе, чаша нового завета, это то новое, это то был прообраз, и бросил туда соли. И потом это пошло в воду. Друзья, дорогие, эта соль была высыпана в воду. Если этот мир не получит соли через детей Божьих, если дети Божьи не будут осолять общество, в котором они работают, учатся, живут, ездят, если христиане не будут осолять общество, оно быстро разложится, что и происходит сегодня. Братья и сестры, сегодня мир катастрофически быстро разлагается, соль теряет силу. И пророк показал, что можно изменить, можно порадовать людей только тем, когда туда бросишь соли. А соль это истина. Друзья, дорогие, соль это истина. Вы замечали, что соль не портится? Положите. И она не портится, она стоит, ну, закаменеет, если влага попадает, но она не портится, она впитывает влагу. Вы замечали, что соль многие годы можно использовать? И соль очень дорого стоила в трудные времена войны. За соль очень, чтобы выменять соль, вещи отдавали, деньги отдавали, потому что без соли и пища, не пища, не сохранишь ничего абсолютно. Холодильников не было, нужно было солить мясо, нужно было солить овощи, без соли все пропадало, умирало. Друзья дорогие, сегодня мир нуждается, как и раньше, в новом. И это новое только во Христе. Друзья, только во Христе. И если вы хотите действительно благо себе, семье и обществу, мы должны все понимать, должно вам родиться свыше. Мы должны быть новыми. Мы у нас следовали. Мы восприняли что-то. Наши детки, которые сидели, я смотрел на них, пытался угадать характер каждого. И мне проще, знаете, как угадать? Здесь я знаю родителей. В детях есть частички, иногда в квадрате, иногда в кубе, по-разному бывает. Но оно есть в детях, точно есть в родителях. Мы передали, значит, что-что, мы не могли передать детям знания наши, их надо заново учить, но мы передали наш характер. Он перешел туда. И это легко передается. Мы передали наши сомнения, мы передали наше неверие, мы передали все. А веру передать, это непросто. Передать веру надо поработать, передать веру надо бабушкам много потрудиться, много уделить времени читать, много уделить времени для молитвы, передать веру это так нелегко. Пример, жизнь, поступки, друзья дорогие, поступки, каждое слово, каждое решение. Вы можете сказать дома одну только фразу о церкви, и ваши дети подрастут и перестанут ходить в церковь. Вы можете сказать однажды одну только фразу, вы можете сказать что-то одно слово, и вы потеряете будущее ваших детей, ваших внуков. Это очень ответственно. Передать веру это очень ответственно. Друзья дорогие дорогие, и мы видим, Елисей показал пример, вода стала хороша. А потом ему нужно было идти в следующий город. Это не Ерехон укреплен, это был Вифиль. Я не буду сегодня все рассказывать о Вифиле, это был очень необычный город. Иаков однажды во сне увидел лестницу, которая к небу. там был первый жертвенник Авраама, там был первый жертвенник Иакова. Это было место особых божьих благословений. Друзья дорогие, Вифиль числился в городе больших в списке городов благословенных. Там много Бог являлся. Но однажды Израиль потерял из вида Бога. Бог допустил, когда Израиль разбогател при Соломоне, когда в Израиле серебро стало как камни, его стало очень много, когда люди перестали ценить ценное, когда люди перестали ценить мораль, когда люди перестали ценить храм, в котором были золотые полы, золотые стены, в котором был ковчег, в котором была завеса, в котором шло служение, но люди перестали понимать и ценить. Вы помните, что случилось? Раскололось государство. И в Вефиле нечестивый царь поставил тельца, быка, и сказал, вот твой Бог. Поставил идола и сказал, вот твой Бог. Теперь молись тут, Израиль. Друзья дорогие, как легко дьявол подменяет ценности. Как легко дьявол подменяет интересы в жизни. Мы в эти дни часто читаем, итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Но как дьявол подменяет, как нелегко, как нелегко о горнем помышлять постоянно. Как нелегко искать горнего, где Христос. Как нелегко Христа держаться. Как нелегко следовать только за ним и не терять его из вида. Друзья дорогие, дьявол быстро подменяет. И пророк идет в Вефиль. Там еще была школа пророческая. Там еще, ну, как семинария у нас. То есть было учебное заведение, где пророческих будущих пророков учили. Там все было. Но там допустили тельца. Там терпели тельца. Там телец был, которому израильтяне, народ Божий ходили и поклонялись. Друзья дорогие. И пророк шел туда. На встречу идут дети. В некоторых переводах и некоторые богословы пишут, что это были подростки. Ну, это были не маленькие, не пять. Маленьких детей не выпускают за город, где есть медведи. Вы же не выпустите ребенка на улицу, если там собаки бегают. Не медведи, а собаки только. Или просто пьяные ходят, которые могут воровать, забрать, убить, ударить и так дальше. Мы бережем детей. Мы обязаны следить за ними. А там выпустили. Подростков уже выпускают. Уже подросток может выйти дальше за дом. Уже может сам маршрутки проехать. Уже может сам в Макдональдс добраться дорогу знает. Еще где-то. И вот группа подростков, по-видимому, большая. И надо думать, когда детей много, тогда лучше, легче. Большая толпа вышла. И в толпе кому-то пришло в голову смеяться над пророком. Я не думаю, что всем пришло в голову. В толпе дети заразительные. Дети начинают рано грешить не потому, что им понравился грех, а потому, что товарищи грешат. Товарищи курят, товарищи матерятся. Товарищи сквернословят, смеются над учителем. И потому дети начинают в толпе легко впитываться грех. Когда говорят, меня воспитала улица, то понятно. Все понятно. С вашим характером, с вашим поведением, с вашей жизнью. Ну, телевизор это тоже улица была раньше, равносильно. Только принесенная улица в дом. Смотря кто воспитал. И вот идет толпа детей, уже наставленных, уже имеющих программу жизни, в которой не уклонятся, когда и состарятся. И потому пророк, я уверен, что не от себя он, я уверен, что не психанул просто так. Вот, нате вам, проклинаю вас, пророк понимал, что с этой толпы детей вырастут, те, кто будет хуже их родителей. Потому что родители еще не смеялись над старцами. Родители еще не смеялись, если лишилась волос или седина в голове. А эти смеются. Они будут хуже. И потому он пробовал. То есть он сказал, Господи, останови этот процесс. Останови. Иначе с них вырастет город хуже Содома, и хуже Гоморы. Останови. И Бог высылает двух медведиц, которые быстро расправились. 42 подростка не вернулись домой. Друзья дорогие, сколько сегодня грех поглощает детей. Столько подростков сегодня грех поглотил. Столько сегодня их не возвращаются домой нормальными людьми. Столько сегодня духовных мертвецов в обществе, в детском уже обществе, в школах учителя стонут. Потому что грех. Потому что нужно спасать. И что интересно, воду можно было изменить. Человеку должно родиться свыше. Человеку нужен Христос. Друзья дорогие, проклятие детей. Вспомните послание евреям, 6 глава, 7-8 стихи. Евреям, 6 глава, послание, 7-8 стихи. Земля пишет многократно, сходящий на нее дождь, и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая, что? Тернии волчцы негодно и близка к чему? К чему? К проклятию, которого конец сожжения. Вот почему прокляты были эти дети. Вот почему. Это не прихоть была. Даже земля близка к проклятию, если она производит тернии волчцы. Друзья дорогие, наш мир сегодня на грани огня. Бог не будет терпеть бесконечно безобразие подростков, безобразие молодежи, издевательство в школах над учителями, издевательство над людьми. Бог не будет терпеть больше вот эту грязную речь, которая льется в маршрутке, на остановках. Я не езжу. Но иногда приходится где-то побыть немножечко. И мне страшно становится. Мне холодно на душе. Мне становится ужасно. Мир сегодня близок к проклятию. Но остается еще шанс. Остается Христос. И если провести к Нему, Он обнимет и благословит. Он благословит. Он не проклинает. Он благословляет. Потому что Он свою кровь отдал за нас. Он умер за нас, взрослых. Он умер за наших детей. Он умер за тех, которые только родились. Он пролил кровь свою. Его руки пробиты. Его ребро пробито в знак того, что Он действительно умер за нас. Это Его оплевали, унизили, оскорбили. Прибили ко Христу для того, чтобы спасти. И мы должны привести детей ко Христу. И мы должны сами жить в Его присутствии. Друзья дорогие, только Христос сегодня спасает мир. Только Он отдал Себя за нас. Он грехи наши Сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Научите детей ценить раны Христа. Научите детей ценить Библию. Научите детей ценить Церковь Божию. И вы получите благословение. И они подадут кружку воды, когда вы будете бессильны лежать в постели. И они будут благословением до конца, если вы научите их любить Библию и Иисуса Христа, любить Церковь Божию. Друзья дорогие, сегодня мы будем сейчас молиться. Если кто-то еще не родился свыше, если кто-то еще не спасен, вы идете в ад. Вы погибнете, если сегодня не покаетесь, если сегодня не обратитесь к Господу, если не примете Иисуса Христа, если эту живительную соль истины не примете сегодня, у вас нет шансов надеяться на то, что вы будете в Царстве Небесном. Друзья дорогие, должно вам родиться свыше, сказал Иисус Христос. Должно получить новую природу, новую жизнь. Христа, самого Христа, о котором Павел говорит, для него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобресть Христа. Друзья дорогие, пусть Дух Святой скажет каждому из нас, мы встанем для молитвы. И если есть сегодня те, которые хотели бы получить благословение, если есть сегодня те, которые хотели бы, чтобы их Христос благословил, вы должны покаяться, вы должны остановиться и покаяться, вы должны попросить прощения у Господа, вы должны сказать, Господи, войди в мое сердце, сделай эту чашу старую, новой, сделай мою жизнь новой. Друзья, дорогие, мы должны сегодня молиться. Если есть сегодня желающие покаяться, желающие обратиться к Господу, вы можете пройти вперед, если есть. если есть те, которые забыли, что единственное спасение – это Христос. Единственное место в дни благодати – это церковь Его, где Он принимает. Он говорил, когда буду вознесен на земле, всех привлеку к себе. Друзья, дорогие, вы можете сегодня обновить свое покаяние, если вы близки к проклятию, потому что отошли, оставили, забыли, вы можете помолиться молитвой покаяния. Кто желает помолиться сегодня? Кто желает принять Иисуса Христа? Вы можете сегодня выйти, вы можете сегодня помолиться даже там, где вы есть. Есть желающие помолиться? Отец Небесный Господь наш, мы очень благодарны Тебе за наших детей, за этих маленьких деточек, которые сегодня радовали. Ты сегодня первой проповедью 9-го Псалма прозывал нас сегодня радоваться, славить Тебя. И мы славим Тебя за Иисуса Христа. Мы славим Тебя за любовь Твою явленную в Нем. Мы величаем Тебя, возвеличиваем Господа, Который все сделал для нашего спасения. Господи, помоги нам не быть похожими на Вефиль. Помоги нам не быть похожими на тот город, в котором уживалось Твое и не Твое. Помоги нам быть теми, которые принадлежат Тебе. И дай, чтобы дети наши вынесли истину в свою взрослую жизнь. Дай, чтобы маленькие детки вынесли любовь к Господу, любовь к Слову, любовь к Твоему народу, где Ты обещал быть, чтобы они не были под проклятием. Спаси, благослови и наполни сердца их. Мы благодарны Тебе, Господь, за все. За все благословения, за наше спасение, за те новые росточки жизни, которые дал Ты в наши сердца, чтобы они росли, развивались и укреплялись. Тебе за все слава великая и вечно наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Отец. Аминь. Придох мені вічне життя. Воскресень, щоб нашим обмити грехи, Щоб не кожен річним до нього прийти. Воскресний, мій друже, для нього и ты, Свівай разом с нами, для нього живи. Буду хвалити я Бога завжди, Бо Він прийшов, щоб людей сіх спасти. Буду хвалити я Богу Христа, Бо Він притвал мені вічне життя. Буду хвалити Богу Христа.